К этому придется привыкнуть. В гамме Мерседеса появится еще один флагман. Помимо седана S-класса и кроссовера GLS, немецкая марка готовится выкатить электрический EQS на новой платформе, созданной специально для электричек. Это будет очень просторный внутри лифтбэк, готовый удивить неожиданной компоновкой передней панели шириной под полтора метра, в которую встроены дефлекторы вентиляции и несколько дисплеев. Так, перед водителем расположен приборный экран диагональю около 12 дюймов, по центру тачскрин на 18 дюймов, а еще один сенсорный дисплей расположен перед пассажиром, чтобы тому было чем заняться во время поездки. Немцы сразу уточнили, что хайперскрин, как назвали цельное экранище, будет платной опцией. И это тот случай, когда доплатить однозначно имеет смысл. А вот Lexus не торопится выводить батарейную модель. Первая машина на электротяге появится не раньше 2025 года. Чтобы прикрыть затянувшуюся паузу, японцы выпустили концепт под названием LFZ Electrifice. У шоукара четыре мотор-колеса суммарной отдачей свыше 500 сил, а батареи емкостью 90 кВт-часов должно хватить на 600 км пробега. До сотни электрифицированный Lexus умеет ускоряться за 3 секунды. Известен также вес 2 тонны 100 кг и длина почти 4,5 метра. Обсуждать дизайн, пожалуй, не имеет смысла. Скорее всего, за те 4 года, что Lexus будет готовить серийную версию, этот образ придется изрядно подправить. И финальная новость на вольт-амперную тематику. Kia рассекретила первый электромобиль на новой батарейной платформе. Им стал Crosshatch EV6, который оказался немного крупнее универсала гольф-класса Seed. На выбор предложены 4 модификации задним или полным приводом, а также двумя вариантами аккумулятора. Отдельно заявлено горячее исполнение GT, отдача которого без малого 600 сил. И, конечно, шестерка поддерживает самые мощные зарядные станции, так что зарядка на 80% занимает меньше 20 минут. Уже летом продажи модели стартуют на родине, в Южной Корее. А в сентябре-октябре новинка бросится покорять старый свет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова